Наркотики от греческого наркотиз были известны еще за 2000 лет до нашей эры. Уже тогда греки высушивали молочко незрелых семенных коробочек мака, получали опиум и использовали его во время ритуалов в честь Бога Сна Морфея. Итак, о жизни внутри ловушки. В ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии Эмма Рогова, врач-психиатр-нарколог, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера. И Александр Березовский, психолог, руководитель Самарского антинаркотического фронта, эксперт комиссии общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон, по которому в студию можно позвонить, 202-11-22. Вы можете задать нашим гостям свои вопросы. Мы сегодня собрались в честь того, что 26 июня будет отмечаться Международный день борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Собственно, вот это явилось поводом для нашей встречи. И о наркозависимости мы хотим поговорить сегодня. Они говорят, как мне кажется, уж не так и редко. И слово наркозависимость все так или иначе знают. Но, может быть, все-таки стоит объяснить, что оно включает в себя? Ну, наркомания, само слово, понятие, это от греческого слова, понятно, да? Это нарко, это оцепенение и сон. Мания – это влечение. То есть, получается, наркомания – это патологическое влечение к наркотическим средствам, сопровождающимся в дальнейшем появлением психических расстройств. И затем уже присоединяются соматические, то есть, физические расстройства. Вообще, у нас, конечно, в нашей стране употребляют слово наркомания, но в мире это очень малоизвестная практика. И в международной классификации десятого пересмотра у нас наркомания – это синдром зависимости. То есть, зависимость от наркотических веществ, которые относятся к категории психических и поведенческих расстройств, вызванных как раз употреблением наркотических веществ. Вообще, конечно, наркомания – это все-таки болезнь, безусловно. И вопрос, конечно, почему одних возникает, а у других нет, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, конечно. Здесь играют роль три основных, в общем-то, фактора. Это биологические факторы, то есть предрасположенность генетическая. Второй – это психологические факторы, склонность к компульсивности, невозможность справиться со стрессом другими какими-то способами. И социальные факторы, когда, в общем-то, наркомания все же поражает как бы лиц более низших классов общества. А вот мне кажется, Александр не согласится с этим. Да, могу не согласиться, потому что, как показывает практика, в этом поле поражаются все социальные классы и все культуры, все народности. Тут нету таких границ. Я бы более широко смотрел бы на эту проблему и назвал бы ее наркотизмом. Наркомания – это все-таки вопрос заболевания, а наркотизм – это явление вообще, которое в себя включает и такое заболевание, как наркомания. Тут и идеология, тут и поведенческие факторы, тут и смысловой, ценностный ряд, тут и, конечно же, это социальная атмосфера, о которой вы говорите. Тут и предрасположенность генетическая, но я бы все-таки говорил в генетическом вот таком ключе не о наследственном факторе, да, то есть если папа пил, то и сын будет пить. Временно у сына это же произойдет. Ну, понятно, что не у ста процентов. Это же естественно. Это имеет всегда большую часть. И, к счастью, не у ста процентов, да? Но насколько исследования на сегодняшний день говорят, более-менее близко к определенному, то есть наследственная история вся в плане метаболизма, да, нейрофизиологии, к примеру, мы можем унаследовать от своих родителей определенный уровень работы нейромедиаторов, да, определенный уровень дофамина, да, допустим, он может быть низкий, я унаследовал от своих родителей генетически. То, что дофамина в моем организме вырабатывается естественным путем, ну, недостаточно. Это всегда будет проявляться в каком-то таком унылом, вялотекущем состоянии. Я хочу вернуться к одной фразе, которую вы, в принципе, оба произнесли, то, что наркомания – это болезнь, а вот много ресурсов в интернете пытаются убедить людей в том, что это вредная привычка. Нет, все-таки это болезнь, которая протекает, в общем-то, в трех стадиях. То есть первая стадия – это когда у человека развивается сначала психическая зависимость, то есть знакомится с наркотиком, получает какие-то положительные эмоции от принятия наркотика, затем уже привычные дозы, когда этот наркотик уже… То есть от наркотика он не испытывает эфиризирующего эффекта, да, и ему нужно употребить большее количество вещества, и он в отсутствии наркотика уже становится раздражительным, агрессивным где-то, дискомфорт, на работе у него все не так. И у него основная цель на этой стадии – это, конечно, достижение цели одной, то есть получить во что бы то ни стало этот наркотик. Эта стадия, как правило, длится от двух до шести месяцев. Затем переходит во вторую стадию. Это уже стадия, когда психические расстройства, к ним добавляются еще и физические расстройства. То есть когда при отсутствии наркотика появляется так называемая, все об этом пишут, ломка. То есть боль в мышцах, суставах, рук, ног, боль в пояснице, рвота, понос, ну, соматические такие нарушения. Вот. Уже у человека угасает, как бы интерес к жизни пропадает, теряются какие-то социальные связи. И затем уже наступает третья стадия болезни. Это уже когда полностью организм истощен, внешне выглядит, конечно же, удручающе, то есть ломкость волос, сухость кожи, худые, так как многократная, постоянно рвота, понос, разрушены зубы. И больные, как правило, выглядят старше своих лет. Мы сегодня собрались, конечно, не только для того, чтобы поговорить, кто виноват и как это происходит, но и о том, что делать, и мы об этом поговорим непременно. А сейчас я просто, Николай, в подтверждении, в общем, наверное, ваших слов и, может быть, в расширении вот этой картины, предлагаю посмотреть фрагмент интервью. У нас их есть несколько, и это ребята, которые в свое время столкнулись с этой болезнью, которые прошли путь и выбрались из этого. И сейчас они, не закрывая лиц, рассказывают о том, как это было. Зависимость – это всегда следствие чего-то. Ну, какой-то раны, дискомфорт внутренний, который может тянуться там долгие годы. Я жил без отца, без мужского воспитания, шести лет. Мы рвались на улицу. И вот улица нас воспитала, то есть, и вот те ценности, они вот привели к зависимости, наверное. Такая обманка у меня была, что я знаю про этот наркотик все, и он меня не поработит. Но я ошибся. Сам не понял, как мне уже физическая зависимость пришла, то есть, и пошла жизнь по наклоннику. Нередко встречаешь утверждение, что один раз попробовать – ничего страшного. А уж тем более, если это трава, например. Зависимость не выработается. И вот, собственно, человек говорит о том, что сам не заметил, как произошло. Так все-таки есть безопасные дозы? Безопасных доз нет. Нет. Так как одна доза влечет за собой употребление уже следующей дозы. Простите, у любого зависимого человека, у всех, у любого наркомана или алкоголика был первый раз вот тот самый, от которого ничего не будет. Поэтому это миф. А определенные силы, которые стоят за развитием идеологии, да, и расширением наркорынка, эти мифы культивируют и насаждают. Преимущественно в сознании молодежи сегодня. Такие мифы, как «от одного рода ничего не будет» или «трава не наркотик». Для чего? Для того, чтобы завоевывать это пространство. А давайте, раз мы уже заговорили про мифы, я бы хотела сейчас, кстати, довольно коротко, наверное, развеять некоторые из них, да? Вот, например, правда или ложь, что существуют плохие и хорошие наркотики? Нет. Я думаю, хороших наркотиков точно нет. Полезных для здоровья, да? Дальше. Некоторые наркотики не вредят вашему разуму, есть утверждение. Конечно же, они вредят разуму. Любое вмешательство извне, оно оставляет след на организме. Даже маленькая доза алкоголя, того же этилового спирта, там, 20 грамм, да, это бутылка пива или бокал вина, катастрофически разрушительно влияет на организм. И последствия после того, как организм отреагирует на это инородное вливание, они тоже катастрофически. Просто человек это переживает, как-то не так болезненно. Но для организма это стресс. Оказывают токсическое действие, конечно же, безусловно, наркотики. То есть вызывают снижение памяти, раздражительность, все вот эти когнитивные нарушения. Еще один миф – алкоголь не является наркотиком. Алкоголь, можно сказать, также является наркотиком. Так как то же самое, как и наркотик. Сначала выпил одну дозу, вроде бы хорошо, весело, и заметно, как ты становишься рабом у алкоголя, в общем-то. Давайте мы посмотрим с этой стороны, что алкоголь – это психоактивное вещество. Все группы запрещенных веществ, которые мы называем наркотиками, это психоактивные вещества. Алкоголь, он не подлежит такой строгой криминализации. То есть решен, скажем так. Но это то же самое психоактивное вещество, которое влияет на организм человека и в первую очередь на изменение сознания. То есть у нас же алкоголь вообще, он такой всепомогающий. Тебе грустно алкоголь, тебе… Тебе радостно алкоголь. Алкоголь, да. Ну, кстати говоря, я вчера натолкнулась на высказывание один из авторитетнейших медицинских изданий журнала «Ланцет» назвал алкоголь самым вредным наркотиком, который по критерию обгоняет самые известные вещества. Я бы поддержал это мнение. Надо им отправить письмо. И очень коротко еще вот два высказания из категории мифов. Наркотики способствуют творчеству. Это, наверное, оттуда появилось, что очень многие известные певцы, там, музыканты употребляли наркотики. Ну, насколько мне известно, вот основной такой кульминационный этап этой идеи, он относится вот к тому времени, когда было изобретено ЛСД доктора Хоффманом. И именно вот это вещество, оно тогда произвело такой определенный бум вообще в различных кругах, начиная от медицины, заканчивая творческие круги. Этот препарат, он расширяет сознание. Мы можем сегодня даже найти много исследований на кафедре психологии, когда именитые ученые, психологи, они использовали этот препарат для того, чтобы расширить свое сознание или войти в некий измененное состояние, чтобы понять больше работу психики, да, ее глубину. Но когда препарат признали запрещенным и разрушительно влияющим, то тогда, конечно же, эти эксперименты прекратились. И вот это измененное состояние или расширенное состояние сознания, оно и дает почву для вот этих вот неких творческих изысканий, да, таких. То есть если что-то употребить, вы вряд ли станешь известным, знаменитым, начнешь красиво петь и рисовать картину? Ну, может быть, рисовать ты и начнешь, но не факт, что красиво, и не факт, что ты станешь знаменитым. И не факт, что долго. А риски, которые возникают в связи с этим, потому что любое приемо этого психоактивного вещества – это риск, связанный с употреблением яда. И как отреагирует организм одного художника и организм другого художника – это большой вопрос. Один может и нарисовать что-то, а второй не успеет. И давайте сейчас мы посмотрим еще одно интервью и продолжим наш разговор. Мне было 14 лет, и я первый раз попробовала наркотики. Или даже 13, что ли, я не помню. И мы были все такие взрослые, все такие невозможные. Ну и начали сначала раз, потом два, потом три. А потом уже все, вот это какая-то система. Страшно было то, что у тебя нет будущего. У меня уже был такой вот обиход. Встать, употребить, украсть, приобрести, употребить. То есть вот какой-то вот такой день сурка, который, я думала, никогда не закончится. Ты вроде как бы живешь, а ты не живешь. Был первый стационар там какой-то, по-моему, амбулаторный. Меня лечили там таблетками. А потом уже и песчаная глинка для взрослых. И не один раз. И каждый раз я как бы там, находясь в трезвости, ну совсем недолгое время, опять возвращалась к тому же. Но это было 15 лет зависимости, который как бы, как мне казалось на тот момент, ну выхода просто нет. Ну вот мы знаем, что выход есть, потому что эти ребята сейчас прекрасно устроены в жизни. У них все хорошо, у них семьи, дети. Каким образом выстроена работа диспансера для помощи людям, попавшим в такую ситуацию? У нас в Самарской области вообще для помощи таким людям имеется три диспансера. То есть в Тольятти, Сызрани и в Самаре. Имеется 436 наркологических койки для оказания стационарной помощи. Имеется у нас также реабилитационное отделение. 4 реабилитационных отделения. Это у нас в Самаре, в Тольятти и Сызрани. И в них имеется 71 реабилитационная койка. То есть больные к нам госпитализируются с какими-то проблемами, проходят курс лечения стационарного, затем им оказывается реабилитационная помощь. Но вы же отслеживаете эффективность вашей работы. Насколько вообще можно помочь людям с длительной зависимостью, с тяжелой зависимостью? Да, одним из критериев у нас как раз помощи наркологической таким лицам – это снятие с выздоровлением. И у нас в Самарской области мы достигли такого показателя, как 5%. В то время, как в Российской Федерации – 3,7%, и в Приволжском федеральном округе – 3,6%. То есть большое количество лиц у нас прошли также стационарное лечение. В этом году уже даже больше прошло лечение на 5%, чем в прошлом году. Реабилитация также. Амбулаторная реабилитация увеличилась у нас. То есть количество лиц, пройденных амбулаторной реабилитации, увеличилось на 13%. Ну вот за этими цифрами ведь сухими, да, стоят с людьми и судьбы. И вот то, что мы видим… Александр, я, наверное, и вас бы хотела спросить. Обсуждается в последнее время активно вопрос отмены анонимности лечения от наркозависимости. Что вы об этом думаете? У меня такое амбивалентное мнение по этому поводу. И я, честно сказать, до сих пор не определился. Но я согласен и с той точкой зрения, которую педалируют различные силовые ведомства, в том числе Министерства обороны и силовые структуры, что люди, имеющие зависимость или патологическое влечение к употреблению психоактивных веществ, очень часто попадают на какие-то или должности, или там, допустим, получают допуск к управлению транспортным средством. И что за собой влечет? Потом трагические случаи различные. Или попадают там, опять же, та же служба в армии, когда человек больной тоже получает доступ к оружию или еще чего-то. А если смотреть со стороны уже заболевших людей и ищущих выход, то вот это ограничение, такое лишение статуса анонимного лечения, оно повлияет на мотивацию людей идти и просить помощи, потому что учет, который будет следовать за обращением, он несет в себе поражение в правах. Стигматизацию определенную. Стигматизацию, поражение в правах. И восстанавливаться потом, это такой определенный путь. Он, конечно же, несложный. В принципе, если задаться целью, то любой человек, который пролечится, он сможет сняться с наркологического учета. Эти механизмы, они отточены, они отработаны. И примеров таких масса, когда человек снимается и восстанавливается в правах, и получает водительское удостоверение. Но стереотипы, которые существуют в обществе, они гораздо сильнее и убедительнее звучат. Ну да, лица, в общем-то, которые попадают к нам на диспансерные наблюдения, в принципе, если они регулярно ходят на прием к врачу-психиатру, на аркологу, выполняя все рекомендации врача, то, конечно же, через три года они снимаются с наблюдения, и, пожалуйста, права им также выдаются. Ну, конечно, после сдачи определенного экзамена, там уже в органах госинспекции, у нас полностью не снимается за спонсором наблюдения. На самом деле, стереотипы общественные, они очень мощно работают в сознании, вообще в вопросе вот в поле наркотизма, их очень много. Вот, наверное, еще на эту же тему вопрос. У нас буквально несколько минут осталось, поэтому достаточно коротко хотела бы обсудить с вами еще одну драматическую, драматичную страничку этой истории – это созависимость. То есть у всех наркозависимых есть у большинства родственники, которые страдают едва ли не больше самих вот этих людей, которые панически, наверное, боятся какой-то огласки и позора в связи с этим, и поэтому обсудить это могут, ну, где-то на кухне с соседкой как-то поплакать, но, собственно, эта ситуация не решает. Есть ли программы работы с родственниками и программы помощи им? – Программ на самом деле предостаточно сегодня, и эти программы эффективны, и даже если брать территориальное устройство, то они есть в разных районах города и во многих районах региона. Проблема в том, что люди, которые потенциально в этой помощи нуждаются, за этой помощью не обращаются. Тут возникает вот такой парадокс, что человек знает о том, что есть проблема, он переживает, он чувствует, но он не выходит в это поле, чтобы обратиться за помощью. И тут ряд таких факторов, которые способствуют вот этому не обращению. Это первое, о чём вы сказали, да, этот патологический страх. – Боязнь огласки, да. – Да, такое отсутствие собственной ресурсной базы, вот этот страх о неопределённости, ой, что будет, если я сейчас расскажу. Второй момент, я бы отметил, это так называемая бытовая психология или бытовое знание о проблеме наркомании или алкоголизма. А, чего там, зачем мне идти к специалисту, я и так всё знаю. Сейчас вот мы сейчас компрессики приложим, пошепчем куда-то что-то. – И третье. – Таблеточки попьём, да, какие-то. И человек годами находится вот в этой истории, пытается заниматься таким самолечением, что свойственно, собственно говоря, во многих сферах здоровья нашим гражданам. – Я вынуждена вот сейчас уже как-то резюмировать итоги нашего разговора. И, наверное, от всех нас обращусь к зрителям с просьбой не оставаться один на один с этой бедой, потому что помощь есть, найти её нетрудно. И поверьте, что это будет гораздо эффективнее. Благодарю вас за участие в этом разговоре. Прощаемся с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова